В Муравленко состоялась очередная встреча членов Клуба инициативных людей. Эта неформальная организация служит эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения горожанами самых актуальных и злободневных проблем. Какие из них сегодня волнуют инициативных муравленковцев, расскажет Евгений Дегтяренко. В этот раз на заседании Клуба инициативных людей решили обсудить тему жилищно-коммунального хозяйства, а точнее излишние, по мнению людей, траты на содержание жилья в связи с введением общедомовых приборов учета воды. Она острая, злободневная, трудная, непонятная и так можно продолжать дольше. Но от того, что мы будем не понимать друг друга, нас может прийти к тому, что в квартирах станет холодно и тогда будет не до разговора. Модератором заседания выступил руководитель Ноябрьского территориального комитета общественной палаты Ямала, председатель городского совета ветеранов Владимир Недашковский. Он предложил обсудить два вопроса. Первый – несоразмерная оплата за общедомовые нужды. По мнению людей, сегодня это одна из самых животрепещущих проблем. Вот у нас не мыла полы уборщица, я ходил к этой, живу. Четыре мастера стояла, смотрели. Она ведро использовала, одно ведро на два этажа. А 26 кубов на дом? Пожалуйста. Второй вопрос – немалая разница в показаниях между общедомовым счетчиком и внутриквартирными, которую в итоге приходится оплачивать владельцам жилья. У нас из 15 квартир, три квартиры, так, у нас нету счетчиков. Ну, там, да, у нас там в одной квартире два человека прописано, а живут сколько? Четыре. Много. Четыре и пять, да? Вот, 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 вот. А что мы должны за них платить? Экспертом выступил директор управляющей компании ЖЭК, депутат городской думы Александр Елисовецкий. По его мнению, оба вопроса тесно взаимосвязаны, ведь как раз по разнице показаний между общедомовыми и внутриквартирными счетчиками и определяется стоимость по общедомовым нуждам. Разница в чем это возникает? Из-за чего, в смысле? Показания общедомовых приборов учета специалисты снимают в период с 20 по 25. 25? Ну, 25-го того, что количество домовов большое, они могут раньше. Хорошо, 25-го. Сняли показания прибора, узла учета общедомового. Он показал 100 кубов. Мы, жители, начинаем подавать показания и приносить, или звонить, но никак не 25-го. Вспомнил я там 26-го, кто-то вспомнил 27-го, кто-то 30-го. Пока можно лишь констатировать причины сложившейся ситуации универсального рецепта выхода из тупика, специалисты в области ЖКХ не видят, зато обсуждают проблему на самом высоком уровне. На днях Александр Ильисовецкий вернулся из Челябинска, где он представлял наш город на всероссийском форуме «ЖКХ – новое качество», в котором принимал участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Именно это событие и послужило поводом для обсуждения темы ЖКХ на заседании клуба. В итоге собравшиеся пришли к выводу, что необходимо предлагать свои пути выхода из кризиса. Для начала решили предложить муниципалитету и законодательному собранию Ямала сделать прозрачной и понятной для владельцев жилья систему расчета за услуги ЖКХ и организовать этакий вселобуч, чтобы каждый житель мог хорошо ориентироваться в хитросплетениях коммунальной арифметики. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник, новости нашего города. Куда пойти учиться? Выпускники девятых классов школ города определяются с выбором, а в муравленковских учреждениях среднего, общеобразовательного и профессионального звена начался в эти дни прием документов. О ходе приемной кампании в следующем материале. Муравленковские выпускники девятых классов в основном делают выбор между многопрофильным лицеем и многопрофильным колледжем. Каждое из этих учреждений дает учащемуся определенные преимущества. После лицея, например, выпускники обычно без труда поступают в вузы, имея сильную теоретическую базу. В колледже привлекательной для абитуриентов является возможность получения профессии. Итак, в многопрофильном лицее приемная кампания стартовала в субботу. Едва бывшие девятиклассники получили аттестаты об окончании школ города. Всего за два с небольшим дня зачислили 150 человек. Это более половины от заявленной окончательной цифры в 280 учащихся нового набора. Те направления, которые традиционно ученики заявлялись, это социально-экономический, физико-математический, социально-гуманитарный. Они имеют свое продолжение дальше и развитие. Плюс с прошлого года мы открыли два новых направления. Это в социально-гуманитарном профиле мы открыли два отделения. Отдельно журналистика и отдельно юридический факультет. Также в этом году мы заявляем физико-химический профиль. Не знаю, наберем или не наберем, это будущие технологии. Всего в лицее планируют сформировать 11 классов. Учащиеся, поступающие на академические профили, проходят тестирование по соответствующим предметам. Всех остальных зачисляют без каких-либо условий. Что повлияло на решение прийти сюда? Я сама захотела иметь, потому что я хочу выучиться на воспитателя. И вот есть возможность поступить в колледж. И пришла сюда поступать. В многопрофильном колледже приемная кампания стартовала немного раньше. И здесь также наблюдается оживление среди абитуриентов. Мы должны в этом году принять 153 человека. Это наш план регионального заказа. На сегодняшний день подано документов уже 131 документ. Средний балл по различным специальностям, конечно, различен. Например, на разработку и эксплуатацию средний балл на сегодняшний день – это 4,5. На компьютерные сети и автоматизация производства – это 3,5. В учебном заведении реализуются учебные программы по четырем специальностям и одной профессии. Прием по специальности ведется на основе так называемого конкурса аттестатов. Из новшеств можно назвать появившуюся в нынешнем году специальность «Компьютерные сети». Приемная кампания продлится до 15 августа в колледже и до 5 сентября в лицее. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. Муравленко готовится отметить День молодежи. Празднование этой даты состоится 28 июня. Сценарий торжественных мероприятий уже известен. Большая их часть пройдет в молодежном сквере. В 11 утра здесь стартуют игры, фотокроссы и велоквест. Открытие праздника состоится вечером в 17 часов. С этого времени молодых горожан ожидают множество развлечений, в числе которых хип-хоп-танцы, фигурное вождение велосипеда, танцевальный флешмоб и дискотека. Кроме того, в течение дня на различных спортивных площадках пройдут соревнования по стритболу и пейнтболу. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Подробную информацию о том, что произошло в городе и регионе за последние часы, вы всегда можете узнать на сайте муравленко.рф. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 25 июня в Салихарде плюс 23, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. В ноябрьске 24 градуса тепла, западный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 25 июня плюс 20, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова